В просторном Карамзинском зале здания правительства собрались члены главного народного органа области Общественной палаты. Губернатор Сергей Морозов пригласил участников пятого и шестого созывов подвести итоги работы последних лет. Вместе с этим прошла церемония награждения. Поэтому нужно будет очень много с вами подумать и уж тем более сделать, чтобы подтолкнуть и власть, и вратарь, начать принимать, начать послушать. Осенью прошлого года региональная палата отметила свое десятилетие. За это время состоялось несколько сотен пленарных заседаний, профильных комиссий, круглых столов и дискуссионных площадок. Мы представители народа, общественности, мы доносим все инициативы, пожелания и претензии к властям всех уровней, и к законодательной, и к исполнительной власти. У нас непосредственный контакт с ними очень хорошо налажен. В ближайшее время к своим полномочиям приступит новый состав палаты. Процедура ее формирования завершилась в начале июня. Новыми общественниками станут 60 человек, представители разных сфер. Среди них врачи, педагоги, предприниматели, общественные деятели. У каждого уже намечен дальнейший план действий. С моими коллегами в планах создания фонда местного сообщества, развития территории и фонд, который бы объединил активных граждан, власть, бизнес в том числе, для того, чтобы наш регион был процветающий. Вся моя деятельность будет связана именно с комфортным развитием малого и среднего бизнеса, созданием благоприятных условий и созданием тех возможностей, которые предприниматели действительно смогут выполнять и оптимизации действующих законных актов. Я бы хотел, чтобы помощь бездомным животным была цивилизованной, а на сегодняшний день она практически, на мой взгляд, отсутствует, кроме единичных каких-то волонтерских движений. Никто, собственно, этими животными не занимается. И вот моя задача попытаться объединить эти волонтерские движения, привлечь к этому как можно больше еще просто сочувствующих и активных граждан. Конечно, важно именно общение с населением. Хочется его слышать, понимать, доводить необходимые нужды до медицинского сообщества, ну и, соответственно, мысли медицинского сообщества доводить до населения, чтобы это был честный, открытый и правдивый диалог. Теперь новичков ждут не только свои проекты, но и участия в общественном мониторинге, экспертизе законов и нормативных документов, рассмотрение отчетов исполнительных органов власти. Дарья Сударева, Руслан Баталов, Новости Ульянской правды. Руслан Баталов, Новости Ульянской правды.